С вами Николай Пименко в проекте Даты. Сегодня 27 июня. День молодежи. Праздник учрежден президентом еще в 93 году. Но история этого дня берет свои корни еще в советское время. Когда многие праздники было принято отмечать в последнее воскресенье того или иного месяца. Указ об установлении дня советской молодежи был подписан верховным президиумом СССР 7 февраля 1958. Отмечать решили в последнее воскресенье июня. Лето, учебный год окончен, экзамены сданы, почему бы не погулять. Теперь же он отмечается именно в этот день, 27 июня. Всемирный день рыболовства отмечается сегодня, также как и день микро, малых и средних предприятий. Теперь о родившихся в 1818 году в этот мир приходит Иван Билибин, русский композитор и скрипач, автор фактически канонических иллюстраций ко многим русским сказкам. А также тот самый двуглавый орел, который используется сейчас на монетах Банка России, тоже работа Билибина. Он появился после февральской революции. С 1992 года этот орел вновь стал официальным русским символом. Птица изображена без царских регалий и с опущенными крыльями. Милдред Хилл появляется на свет в 1859 году. Американка, учительница воскресной школы в Кентукки. Вот спроси у вас сейчас, а чем она знаменита? Никто мне не ответит. А ведь она, соавтор вместе с сестрой Патти Смитхилл, самой известной в мире американской песенки Happy Birthday. Причем первоначально она же написала музыку к песне Good Morning Tall, которая позже станет мелодией поздравительного гимна. 1891 год. В этот мир приходит Владимир Петляков, советский авиаконструктор, создатель бомбардировщиков П-8 и П-2, лауреат государственной премии СССР. Погиб в авиационной катастрофе. Также в этот день появились на свет в 1940 году Борис Хмельницкий, народный артист России. В 1966 году Виктор Дробыш, композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России. А в 1983 году певица Алсу, которая детство провела в Сибири. Музыкальная карьера началась, когда певице было 15 лет. На тот момент семья уже переехала жить в Лондон, где в перерывах между домашними заботами и учебой девушка и записала свой первый сингл. Песня «Зимний сон» сделала ее популярной и началась ее звездная жизнь. Светлана Кузнецова, российская теннисистка, родилась в 1987 году. Заслуженный мастер спорта страны, победительница двух турниров большого шлема в одиночном разряде. Недавно она призналась, что много времени у нее ушло на то, чтобы восстановиться. Планировала даже завершить карьеру. Но теннис она любит до такой степени, что пока не собирается уходить надолго. После коронавируса Светлана приступает к тренировкам. Ну а теперь о событиях этого дня. В 1754 году в Петербурге начинается строительство Зимнего дворца, уже пятого по счету. Он возводился по проекту Бартоломео Растрелли по инициативе еще Елизаветы Петровны. Последний зимний стоит на месте разобранного третьего. Принимала работу зодчего уже Екатерина вторая. В новом дворце было, считаем, 1050 покоев, 117 лестниц, 1886 дверей и 1945 окошек. И сегодня ни по масштабам, ни по архитектуре, ни по убранству Зимний дворец не имеет себе равных в Европе. В 1773 году в этот день Александр Суворов вторично выбивает турок из Туртукая. В первый раз он берет крепость месяц назад, однако уже через несколько дней она опять переходит в руки противника. За самовольство полководец действовал без приказа командующего, Петр Румянцев отдает его под суд. Но победителей не судят, начертала на рапорте Екатерина Вторая в Великие Слава, да и еще и наградила Суворова Георгием второй степени за храбрость. В 1931 году авиаконструктор Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета. Признание приходит к нему в Соединенных Штатах, куда он уезжает в эмиграцию. Впрочем, речь идет о конкретной модели VS-300, которая в серийное производство пойдет спустя почти 10 лет после этого. Хотя свою первую модель автожира или геликоптера или вертолета создает еще в России и еще до начала Первой мировой войны. Первый же в современной истории вертикальный полет на вертолете совершили Луи и Жакон Бреге в августе 1907 года. Хотя настоящим полетом это, конечно, назвать трудно. 27 июня 1940 года мир узнает о самом высоком мужчине всех времен и народов вплоть до сегодняшнего периода. Роберт Першинг Уждлоу, родившийся в 1918 году в США, в этот день измерил свой рост. Он составил 2 метра 72 сантиметра. При размахе рук 2 метра 88 сантиметров. Его максимальный зарегистрированный в день совершеннолетия 21 год вес достигал почти 223 килограммов. До последнего дня он продолжал расти, и ко дню кончины в 1940 году его рост вполне мог достигнуть 2 метров 74 сантиметров. И я думаю, что вы увидели на фотографии уникального человека. Ну как тут не вспомнить Гулливера в стране лилипутов? 1941 год. В СССР немецкие группы армии «Север» и «Центр» соединяются восточнее Минска, окружив советскую группировку численностью около 300 тысяч человек. Один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. 1954 год. В подмосковном Омнинске начинает работать первая в мире АЭС мощностью 5 мегаватт. В 17.45 открыта задвижка подачи пара на турбогенератор. Над трубой ТЭЦ появляется облачко пара. Утром следующего дня станция начинает подавать электроэнергию в сеть МОСЭНЕРГО. Площадь АЭС около 5000 квадратных метров. Сама станция – это трехэтажное здание. Реактор расположен в шахте глубиной 17,5 метров. Реактор навсегда заглушили 29 апреля 2002 года. Работа АЭС прекратилась по экономическим соображениям, так как при небольшой мощности стоимость ее содержания была велика. Но на этом история сооружения не закончилась. Первая в мире АЭС стала памятником атомной промышленности. Ну и последнее. 1936 год. ЦИК и Совнарком СССР принимают постановление о запрещении абортов. Оно будет отменено в ноябре 1955. Но самое интересное, что именно Советская Россия в 2020 году стала первой страной в мире, в которой аборты стали законными. Легализация произошла согласно постановлению Народного комиссариата здравоохранения и Народного комиссариата юстиции об искусственном прерывании беременности. Инициаторы запрета надеялись, что в результате удастся увеличить численность населения. При отсутствии противозачаточных средств эта мера на первых порах действительно способствовала повышению рождаемости. Однако практически сразу подпольные аборты становятся важнейшей сферой теневой экономики. Нормой стали криминальные аборты. И поэтому, когда сегодня предлагают вернуть запрет на аборты, многие правозащитники указывают именно на эту подпольную составляющую. Ну и, конечно, бытует мнение, что женщина сама вправе принимать решение, но обдуманное. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».